Всем привет! Здесь я хочу рассказать, что можно сделать, если изоляция провода блока питания оплавилась, на примере представленного кабеля от модульного источника. Причины, вызывающие такие последствия, могут быть связаны с большой и длительной нагрузкой, не рассчитанной для такого сечения жила, а также из-за плохого контакта. Конечно, данные факторы могут влиять и в совокупности. При этом можно наблюдать окислы зеленоватого цвета, формирующиеся в результате взаимодействия меди с окружающей средой, образуя гидроксокарбонат меди. Простым решением проблемы может быть снятие защитной крышки разъема и удаление оплавленной части кабеля. Затем, зачистив концы, останется припаять аналогичный кусочек провода и заизолировать места спайки. Чтобы установить его в паз, рекомендую воспользоваться отверткой. На мой взгляд, минусом таких разъемов является недостаточно большой контакт с проводом. Конечно, места соединения можно слегка поджать, но это не всегда позволит в полной мере решить неисправность. Поэтому, как вариант, увеличить площадь контакта можно, например, заменив на провод большего сечения. Еще одним способом, но достаточно сомнительным, особенно для лесота разъемов, является пропайка тонким жалом паяльника вместо соединения. Такой вариант, на мой взгляд, чреват тем, что разъем можно просто расплавить. Но при этом, для Molex и представленных выходов блока питания он хорошо подойдет. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.